18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Не выполним задачи. Справимся вместе с вместе с общением. Вернулся в новом статусе. Назначенный указом президента на должность председателя Анапского городского суда Александр Волошин сегодня принимал поздравления. Это будет еще лучше. Это будет вообще замечательно. Море становится ближе. В городском управлении транспорта пересмотрели схему маршрутной сети. В данный момент территория очищена и пригодна для купания. Купаться разрешается. Накануне праздника Крещения была проведена масштабная работа по очистке территории Малой Бухты. Депутаты, главы муниципалитетов, где возделывают виноград и производители кубанского вина сели за стол переговоров. В Абрау-Дюрсо прошло выездное заседание двух комитетов законодательного собрания Краснодарского края. Глава НАПы Юрий Поляков принял живое участие в обсуждении проблем и перспектив виноградарской и винодельческой отраслей. С одной стороны, винные погреба, которым свыше 100 лет и приветствующий гостей князь Лев Голицын. С другой, современное оборудование и полностью автоматизированное производство. Исторические корни и давние традиции в сочетании с инновациями и государственной поддержкой. Вот она основа развития винодельческой отрасли. Я глубоко убежден, что хорошее лено должно быть визитной карточкой кубани. Каковыми являются, либо быть наравне с пшеницей, пляжами, лыжными курортами, красной поляной. А Кубань, на верту с тем, что она является житницей, она должна быть виноградником Российской Федерации. Вот об этих перспективах сегодня в таком достаточно представительном собрании нам с вами необходимо и переговорить. О перспективах развития отрасли. Региональные парламентарии и главы униципалитетов обсуждают влияние развития виноградарской винодельческой отрасли, энотуризма на социально-экономическое положение территории Кубани. В Анапе площадь виноградников сегодня составляет 3000 гектаров. А суммарный объем инвестиций, вложенных в отрасль виноградарства и виноделия, за последние пять лет превысил 1 миллиард рублей. Благодаря этому только в сельской местности было создано более 230 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Возрождение традиций виноделия как на базе крупных производств, так и в сегменте малого бизнеса помогает муниципалитету вытеснять с прилавков фальсифицированный алкоголь. Значимую помощь в решении этой проблемы оказывают объекты винного туризма. На сегодняшний день в Анапе функционируют всем объектов, специализирующих на виноградарстве и виноделии. Здесь можно увидеть весь процесс производства натурального виноградного вина, продегустировать. Вот почему развитие сельского аграрного туризма, а для Анапы винного туризма можно считать одной из мер борьбы с фальсифицированным алкоголем. Не случайно вопрос о развитии аграрного туризма находится на совом контроле в законодательном собрании Краснодарского аграрства. Малые формы хозяйствования все чаще появляются в отрасли. Только в Анапском Витязево 18 винных погребов, говорит известный винодел Валерий Асланов. Его авторский проект «Подворье старого грека» стал новой точкой притяжения туристов. Я думаю, что это очень хорошее направление, и я чувствую поддержку. Дело в том, что когда мы решили строить эту виноделию, мы заключили инвестиционный проект с администрацией города. На 120 миллионов мы уже первую часть выполнили. Сейчас у нас дальше будут строить небольшой греческий городок старинный. Мы сейчас ведем переговоры с дизайнерами из Бреца. В пятницу я улетаю туда, но вообще нет. На заседании как раз и шла речь о том, что подобных предприятий в регионе должно быть как можно больше, а муниципалитеты должны создавать все необходимые условия для их поддержки, а также для привлечения туристов. Все это важный фактор повышения инвестиционной привлекательности региона. Сегодня коллективу Анапского городского суда представили нового председателя. Им стал Александр Волошин. Он фактически вернулся в город-курорт после пятилетнего перерыва. В мероприятии принял участие глава города-курорта Юрий Поляков. Этот город бывает очень резко и, как правило, бывает по хорошей помощи. Указ президента о назначении Александра Волошина председателем городского суда Анапы вышел 1 января. Этому дню предшествовала стандартная, но при этом длительная процедура согласования. По словам заместителя председателя краевого суда Сергея Сфашенко, к назначению руководителей судов сегодня власти относятся крайне ответственно. Александр Волошин около 9 лет проработал в городе-курорте на прокурорской должности. Уже как судья состоялся в Новороссийске. Это, можно сказать, зрелый, опытный, мудрый человек. Я хочу пожелать вашему коллективу и, в первую очередь, Александру Васильевичу хороших успехов ему на новом поприще, а вам с новым руководителем. И давайте все поставим задачу. Все-таки надо любыми путями, любыми средствами поднимать осветитель правосудия и в Краснодарском крае, и в Анапе, и, наверное, какая-то доля российской суда. В зале судьи и работники суда, а также представители администрации и правоохранительных органов. От всей души, от всего сердца лично вас поздравляю с назначением председателя Анапского городского суда Александр Васильевич. Очень важно, что вы знаете специфику Анапы, вы знаете все достоинства и недостатки, которые есть. Учитывая то, что у вас такой профессионализм, я верю в то, что у вас все получится. И мы вместе с вами все-таки поднимем наш город на нужный и необходимый уровень, тот, чего от нас свежет. Со своей стороны Александр Волошин заявил, что невыполнимых задач нет. Это почему мы с вами уже работали. И для разных главок, и для разных командов очень многое повидали. Невыполнимых задач нет. Справимся вместе, свои спорта усили. Задача, которая и нами ставится президентом, нашему руководству, мы все понятны, предъявимы, четко. Я думаю, что вот в нынешнее время сложность и непонимание нет. Общий штат Анапского городского суда порядка 40 человек, включая 9 судей. В минувшем году здесь рассмотрели более 400 уголовных, а также порядка 10 тысяч административных и гражданских дел. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Крещенские купания в Малой бухте давно вошли у анапчан в традицию. Ежегодно на центральном пляже в Крещенскую ночь собирается от 3 до 5 тысяч человек. Не стоит забывать, что зимнее ночное море таит в себе немало опасностей. Чтобы максимально исключить возможные происшествия и сделать купания безопасными, специалистами Кубань-Спас была проведена масштабная работа по очистке территории Малой бухты от мусора и опасных для здоровья человека предметов. Группа водолазов метр за метром обследовала дно и провела под водой настоящую генеральную уборку. В данный момент территория очищена и пригодна для купания. Никаких вреда жизни и здоровья жителей нет. В прошлом году в Анапе легализовались порядка 100 водителей такси, по одному на каждый проведенный рейд. Работать легально сейчас и выгоднее, и спокойнее. Тем более, что грядет серьезное ужесточение законодательства. Сегодня в городе-курорте по лицензии работают порядка тысячи таксистов. Как уже было сказано, 10% из них получили лицензию в прошлом году. Еще порядка 600 машин работают нелегально. Рейды будут продолжены и в текущем году. Вместе с тем, на стадии рассмотрения в Госдуме закон, который запретит агрегаторам сотрудничать с водителями без лицензии. Она выдается на автомобиль. Будем мы не в одном лице понуждать перевозчиков получать специальное разрешение, но и в том числе со стороны агрегаторов будет на них какое-то воздействие по получению разрешения, то есть по легализации, по выходу из тени. Проблема небольшая. Для того, чтобы получить разрешение на осуществление данной деятельности, необходимо зарегистрироваться в налоговой инспекции по месту регистрации и обратиться в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, предоставив копию свидетельства о регистрации на транспортное средство, копию паспорта, копию свидетельства о постановке на учет налоговому органе и оплатить госпошлину в размере 4 тысяч. И в продолжение темы транспорта. Со следующего понедельника по улице Парковой будут курсировать автобусы под номерами 111, а также 128. Этот маршрут пролегает вдоль Пионерского проспекта. Основная задача – повысить транспортную доступность микрорайона, который сегодня активно развивается. Теперь его жители и гости смогут доехать до моря без пересадок. Жилые домозданные, жилые домостроящиеся. Уже с начала следующей недели здесь будет проходить маршрут автобуса номер 128. Его продлят сюда от автовокзала. С руководителем предприятия обговорено. Будет добавлено количество подвижного состава туда. Расписание предварительно мы сделали до 20 минут интервал. Летом будет 15 минут. По 128 маршруту. То есть с Красной площади в сторону Соловитезева будет ходить с интервалом 15 минут. До изменения маршрутной сети специалисты транспортного отдела городской администрации несколько месяцев изучали пассажиропоток. Помимо 128 автобуса в этот же район направили 111. На нем удобно добираться до крупнейших анапских санаториев. Екатерина Николаевна живет поблизости. Говорит, что обязательно будет пользоваться новыми для района маршрутами. Это будет еще лучше. Это будет вообще замечательно. А то до Пионерска, например, где Делуч, Русь. Туда идти еще надо, если приедешь. Там девятка, например. А если это будет, конечно, там ближе, наверное, до Станетка. Если будут ходить. В городском транспортном отделе намерены следить за тем, как будет работать новая схема. Про запас держат вариант продления 111 маршрута до торгового центра Красная площадь. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросу гостиничного сервиса перед чемпионатом мира по футболу, который будет проходить в нашей стране в этом году. Телефон будет работать с 22 января до окончания проведения чемпионата. С 14 мая по 15 августа фактическая стоимость проживания в гостиницах или других средствах размещения, в зависимости от присвоенной категории, не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством России. Завышение регулируемых государством цен является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность. Завышать цены не могут и при бронировании. При выявлении фактов завышения цен граждане могут обратиться по телефонам горячей линии в Краснодаре, указанном на экране. Позвонить можно будет с 9 до 17 часов. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова